В настоящий момент мы все являемся свидетелями и, наверное, даже активными участниками такой трансформации, которая происходит сейчас в цифровизации. И, соответственно, за последние несколько лет цифровизация из отдельных активностей, отдельных людей или группы лиц на предприятиях стало, по сути дела, основное направление развития многих компаний. И в том числе цифровизация стала одним из приоритетов, в том числе и в национальных стратегиях различных стран мира, в том числе и в России, это мы сейчас прекрасно все наблюдаем. И очевидно, что наше с вами будущее и настоящее, прежде всего, связано с цифровыми технологиями. И глобальной задачей, нашей с вами задачей является, прежде всего, обеспечение безопасности внедряемых технологий. Соответственно, тему, которую хотелось бы поднять, это как раз как между собой взаимодействуют два мира, мир кибербезопасности и мир цифровизации. Для начала мы поговорим про определения. Я не буду говорить про академические определения из учебников и так далее. Это ощущение, как я это хочу довести до вас. Соответственно, сначала первый термин – это инновация. Прежде всего, слово, которое сейчас очень часто упоминается и с экранов телевизоров, и с экранов средств массовой информации, и в том числе в речах наших первых лиц государства. Так вот, инновация – это новый способ решения преимущественно старых существующих проблем. Соответственно, цифровизация – это новый способ решения проблем с помощью цифровых технологий. И прежде всего, нужно понимать, что цифровизация не должна делаться ради лозунга «цифровизация». Основная задача – это сделать бизнес более эффективным. И далее уже в контексте про кибербезопасность. То есть здесь я не буду повторять слова Сергея про предотвращение угроз. Здесь мы будем говорить следующим образом, что кибербезопасность – это состояние, при котором цифровизация не создает больше проблем, чем решает. И прежде всего, нужно понимать, что кибербезопасность необходима для поддержки внедрения новых цифровых технологий. При этом нужно, прежде всего, учитывать и риски, которые создаются. И надо понимать, чтобы эти риски не превалировали на теми плюсами, которые привносит цифровизация в технологию. И, соответственно, кибербезопасность не должна препятствовать цифровизации, то есть не должна делать ее невозможной. Чтобы понять отличие цифровизации цифрового предприятия от обычного предприятия, мы рассмотрим следующую схему. То есть на обычном предприятии, которых сейчас у нас практически процентов 90, обычные функции, ну то есть типовые функции – это планирование, обслуживание, логистика, производство и так далее. Соответственно, данные функции на обычных, не цифровых предприятиях, опять же, работают практически независимо друг от друга. То есть где-то происходит обмен информацией по электронной почте, где-то взяли флешку, отнесли документы в соседний отдел, где-то передали распечатанную версию информации. Соответственно, некоторые структуры, некоторые функции – это отдельные замкнутые функции, которые просто живут сами в себе. И нередко можно встретить такую ситуацию, когда вы ищете некую рабочую документацию, необходимую вам для выполнения проекта, запрашивать ее, вам передают распечатанный лист бумаги, может быть, даже тома бумаги, и при этом говорят, что они не ручаются за ее актуальность. И где-то есть там некая тайная комната, где висит огромный лист формата А1, на котором от руки к схемам приписаны какие-то подписи, соответственно, актуализация вроде как нормальная, но это в лучшем случае. А бывает, что просто работают два человека, которые десятками лет на этом предприятии работают, и, соответственно, все у них хранится только в голове. Соответственно, мягко сказать бардак, но все функции предприятия не имеют единого источника информации, и практически функции некоторые даже не знают, о какой же текущее состояние дел на производстве. Если мы говорим про цифровое предприятие, то все эти функции прежде всего объединены единым цифровым пространством. И любое изменение в этой цепочке, либо это технологического процесса, либо производственного цикла, оно прежде всего мало того, что фиксируется в этом едином пространстве, оно еще и позволяет уведомить всех участников этой цепочки о проведенных изменениях. Соответственно, мы получаем уже новую совокупность, прежде всего, бизнес-процессов, организационной структуры, политик, принятых в компании, и, конечно же, это цели, которые стоят перед сотрудниками. И здесь нужно понимать, что 80% в цифровизации предприятий – это, прежде всего, изменение бизнес-процессов. И только 20% – это непосредственно уже сами технологии. Но при этом нужно помнить, что именно технология обеспечивает тот бизнес, который приносит прибыль компании. За счет цифровизации на цифровых предприятиях возрастает ценность информации, прежде всего. Если на обычном предприятии информация хранится где-то на цифровых носителях, как я говорил, где-то на бумажных носителях, возможно, делаются какие-то спонтанные бэкапы, то и, в принципе, при потере, либо, допустим, какой-то проблемой с этой информацией, мы особого влияния на существующую неэффективность такого предприятия просто не получим. А на цифровом предприятии, соответственно, при правильно отлаженной структуре, грамотном внедрении технических средств, сильная зависимость от информации. И, соответственно, порча или искажение информации на одном из этих этапов сильно повлияет на всю цепочку и, как результат, уже на непосредственно деятельность самой компании в целом. И здесь уже очевидна ценность информационной безопасности для обеспечения, ну, понятно, здесь уже классической доступности, целостности и конфиденциальности. Соответственно, рассмотрим особенности подходов. Что же сейчас движет миром цифровизации и миром кибербезопасности? Будем исходить, прежде всего, из задач, которые ставятся перед этими направлениями. То есть, если мы говорим про цифровизацию или цифровую трансформацию, это, прежде всего, создание новых устойчивых бизнес-процессов и, как результат, уже получение прибыли. Особенность заключается в том, что компании вынуждены непрерывно увеличивать инвестиции как в создание, так и в поддержку этих новых технологий. И, прежде всего, это диктуется, наверное, высококонкурентной средой, которая существует на рынке. И, в любом случае, ключевыми факторами здесь является именно повышение эффективности и, как результат, влияние непосредственно на прибыль. И именно эти KPI ставятся перед командой, которая занимается цифровой трансформацией на производстве. И, кроме того, вот эта высококонкурентная среда требует не только постоянного увеличения эффективности, в том числе за счет внедрения вот этих новых инновационных решений, при этом сроки, в принципе, принятия и решений, и внедрения, эти решения постоянно сокращаются. Опять же, чтобы оставаться конкурентно способным, чтобы быть в рынке, или даже быть, расти быстрее, чем рынок. Обязательные процессы появляются – это оценка эффективности, то есть затрат на внедрение новых технологий. Здесь совершенно неудивительно интерес уже руководства компаний к этим новым технологиям и тем более к результату, который технологии привносят. Соответственно, цифровизация требует изменения, как я уже говорил, бизнес-моделей и бизнес-процессов. И специалисты, занимающиеся цифровизацией, больше ориентированы именно на эту часть вопроса, а не на технологическую. И некоторые организации попадают в такую ловушку, инвестируя исключительно в технологии. В этом случае меняются инструменты, а не бизнес-модель, то есть вы получаете, по сути дела, повышенную автоматизацию, может быть, где-то появляется эффективность, но, как правило, на общий результат сильно это не влияет. Если говорить про подход кибербезопасности, то нужно понимать, что рост количества используемых мобильных приложений, сервисов, тех же самых, допустим, технологий дополненной реальности, технологий промышленной интернет-вещей, все это увеличивает ландшафт для кибер-зломышленников. И, соответственно, делает результат атаки все более обширным, причем в абсолютном значении. Но в то же время кибербезопасность в большинстве компаний – это, в первую очередь, некий консерватизм. Практически непреемственность высоких темпов изменений, высокий уровень бюрократии, где-то есть перегибы в сторону бумажной безопасности, где-то запрещается все подряд, чтобы полностью исключить возможные риски. Причем в большинстве случаев это связано не с нежеланием людей, а именно, наверное, скорее всего, с нехваткой кадров в отрасли. Имеющиеся штаты специалистов информационной безопасности просто не в состоянии следить за всеми трендами и изменениями, которые происходят в технологиях. И, соответственно, мало того, что не хватает людей, еще не хватает знаний. То есть технологий множества, один человек не может отвечать за все. Соответственно, если говорить про KPI, про людей, которые отвечают за цифровую информацию, это эффективность плюс прибыль, KPI у информационной безопасности – это, прежде всего, недопущение инцидентов, а чтобы их не допустить, проще всего это все заблокировать. То есть нет мотивации усложнять себе жизнь из-за использования новых технологий. И, допустим, открытие новых портов связи, либо добавить какие-то беспроводные технологии для доступа к тем же самым контроллерным оборудованием. Соответственно, ИБ, информационная безопасность, она оказывается, с одной стороны, под давлением бизнеса, который требует изменений, причем быстрых изменений. Соответственно, учитывая текущее положение, можно сделать вывод, что возможности по эффективному взаимодействию отсутствуют. Прежде всего, из-за того, что кибербезопасность и цифровизация в большинстве случаев сейчас находятся по разные стороны баррикад. И вот Сергей приводил пример с тормозом, то есть тормозит информационная безопасность, общее развитие. Но здесь нужно еще понимать, что тормоза используются не только для экстренного торможения или замедления процесса. Тормоза еще помогают эффективно проходить повороты, и, может быть, даже обгонять наших соперников на этих поворотах. То есть, несмотря на то, что взаимодействия вроде как нет, вернее, мы так думаем, что нет, мы встречаем компаний, где цели и задачи служб ИБ, во-первых, не являются некой неприкасаемой коровой, то есть все понимают, что необходимо менять цели и задачи подразделений, чтобы они были, прежде всего, помощниками для внедрения этих эффективных решений новых и на вас. Соответственно, мы видим ряд компаний, в которых службы информационной безопасности, службы, отвечающие за внедрение цифровых решений, у них между ними налажен эффективный диалог. Соответственно, идет сопровождение проектов на всем жизненном цикле от концепции до внедрения этих решений, происходит увеличение непосредственно служб информационной безопасности с точки зрения штата, идет развитие компетенции, обучение новых цифровых сервисов, и, конечно же, идет, прежде всего, правильная оценка рисков. То есть необходимо, прежде всего, убрать перекос в сторону информационной безопасности и сделать две системы, два подхода, два мира равных, прежде всего. Как вывод, да, опять же, должны быть общие цели обязательно. Без нормального взаимодействия информационной безопасности и цифровизации невозможно получить качественное решение, то есть вы либо получите ДВРУ, либо нерабочее решение. Защищать необходимо не только инфраструктуру, но и бизнес-процессы. Конечно же, должен быть системный подход к проектированию, и, конечно же, должно быть четкое понимание у каждой службы, прежде всего, процессов и как формируется прибыль. То есть нужно понимать, куда предприятие должно двигаться и кто какую помощь должен оказывать. На этом у меня все. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...